Чудеса агрокультуры и техники в отдельно взятых кубанских станицах, вернее вот в таких тепличных хозяйствах. Огурцы и помидоры здесь созревают за 10 дней. А с одного квадратного метра местные умельцы умудряются собирать рекордный урожай – 100 килограммов, в то время как наши фермеры не больше 12. Секрет успеха специалистов по совместительству граждан Китайской Народной Республики в удобрениях. Свою чудо-химию китайские аграрии упорно прячут от проверяющих. Остается только догадываться, насколько безопасны эти огурцы и помидоры, которые реализуют под маркой «Кубанские овощи». Тактика выжженной химикатами земли, отравленных рек, такой вид земледелия появился уже в нескольких районах края. Тревогу бьют местные жители. Вы говорите, Кубань, Кубань – это наша родина. Да, родина. Кто дал право отдавать вот эти вот земли, вот эту вот отраву? Народ просит убрать их полностью отсюда, вообще всех. Нелегалы, народ неприхотливый. В картонных бараках, в полях живут круглый год. Жители станиц рассказывают, все бродящие собаки в округе пропали. Шкуры находят возле поселений китайцев. Запах возле таких жилищ стоит не подойти. Антисанитария полная. Кубань – регион многонациональный, гостеприимный, но власти края не раз подчеркивали. Здесь рады только тем, кто готов жить по закону. И тема борьбы с нелегальной миграцией никогда не переставала быть актуальной. Год назад, организовывая казачьи дружины для охраны общественного порядка, Александр Ткачев твердо заявил, патрули будут контролировать ситуацию с приезжими. А сегодня держать большой совет. Губернатор пригласил руководителей силовых ведомств, глав и атаманов казачьих районных обществ. Почему они тысячами приезжают в наш регион? Ни для кого не секрет. Потому что Кубань для них – это лакомый кусок. У нас самые большие стройки, у нас самые плодородные земли. И, к сожалению, я прихожу на сегодня к такому выводу, самые беззубые органы контроля. То, что сегодня происходит в нашем крае, я считаю, можно смело называть в определенной степени экономической экспансией. Мигранты живут, нарушая все санитарные нормы. В конурах, не приспособленных в принципе для людей, настоящий рассадник инфекции, бомба замедленного действия. А ведь рядом живут станичники, гуляют наши дети. Этого что не видят главы местных поселений? Люди, которые должны знать, что происходит в каждом клочке их земли. Это расценивано как прямой саботаж, имейте в виду. А это означает, что я лично буду теперь проверять каждый случай. И если подтвердится факт, что глава знал о нелегальных мигрантах в своем районе, об этом знали главы поселения, миграционные службы, полиция, и ничего не приприняли, готовьтесь к кадровым решениям. Поток мигрантов в край зашкаливает нелегалов, легализуют сотнями, прописывая в одной квартире. Такие факты регулярно выявляет полиция. И представить, что на местах не знают, где и в каких условиях живут, на кого работают, и как перемещаются целыми группами граждан Узбекистана, Таджикистана или Китая можно с трудом. Их везут на Кубань в грузовых хурах, пряча в пустых коробках, как животных, группами по 30 человек. Стройки в мегаполисах переполнены, вот и хлынули гастарбайтеры в поля и на побережье. Замначальник кубанской полиции за бездействие грозит своим подчиненным увольнением, вплоть до начальников районных отделов. Ключевая роль принадлежит участковому полномоченному. И если участковый не знает, что на его административном участке проживают и работают нелегальные мигранты, то он либо недобросовестно и безответственно относится к своим обязанностям, либо проявляет бездействие, граничащее с халатностью и коррупционной составляющей. В любом случае, руководством главка будет дана принципиальная оценка вплоть до освобождения занимаемой должности и рассмотрения вопроса о дальнейшем использовании в полиции. Начальник миграционной службы пошел дальше. Главы управления в Приморскохтарске и в горячем ключе уже уволены за неудовлетворительную работу. В кандидатах на увольнение руководителя УФМС в Славянске, на Кубани и в Кущевском районе, где работа по борьбе с нелегалами ведется слабо. А вот Казаков Игорь Семенякин поблагодарил. Реальная действенная сила в патрулировании китайцев в рейдах приходится буквально ловить и попросил прикрепить к миграционной службе 270 казаков-дружинников. Если в 2012 году квота для Краснодарского края составляла почти 72 тысячи иностранных работников, то в этом году квота составила почти 50 тысяч иностранных работников. Полагаю, что в следующем году в связи с завершением, скажем так, масштабного строительства в Олимпийском Сочи мы безболезненно можем сократить данную квоту на 40%. Хотел бы вернуть ту практику, когда комиссия по квотированию принимает решение в отношении того или иного работодателя с участием главы муниципального образования. Квотирование на рабочие места для иностранцев край будет сокращать в разы. В выдворении нелегалов должно быть не 400, как за последние полгода, а 4000, настаивает губернатор. И каждый работодатель за одного нелегального мигранта должен платить положенный штраф, а его размеры сегодня доходят до 800 тысяч рублей. Причем имена таких героев, предпочитающих теневую рабсилу, должны быть известны всем. Рычаги влияния есть, только ими мало кто пользуется. То есть такое ощущение, что мы просто сдаем свою страну и свою малую родину, Кубань. Заходи голыми руками, бери. Китайцы, китайцы. Завтра, извините меня, с Африки приедут, то же самое. Заходите, все заходите. Берите. Рука руку греет, у всех все хорошо. Только никто не думает о будущем городов. Нельзя на нас вытирать ноги. Я думаю, что мы с вами имеем полное право и возможности здесь навести порядок. Поэтому жду от кубанской полиции решительных мер. Решительных. Вот здесь лучше перегнуть, чем не догнуть. За последние два месяца казаки совместно с миграционной службой и полицией выявили и доставили в отделы полиции более 700 нарушителей. 160 человек привлечены к административной ответственности. 93 иностранца выдворены из страны. Казаки высказали непонимание, почему такое количество узбеков, таджиков, китайцев работает на кубанской земле, на земле богатой и плодородной. Почему нет жесткого заслона незаконным мигрантам, которые зачастую уничтожают своими химикатами нашу землю. Почему многие руководители сельхозпредприятий в погоне за сверхприбылью не гнушаются ничем. Откуда взялся рейс Пекин-Краснодар, который буквально со следующей недели начнет совершать компания Якутия. Понятно, что наверное такой рейс может быть и нужен для туристов. Но мы понимаем, что самолет вместимостью 300 человек еженедельно из Краснодара не будет заполненным. А вот из Пекина в Краснодар он наверняка будет заполнен. Согласно последним данным социологов, незаконную миграцию россияне считают главной угрозой. Больше половины жителей страны обеспокоены этой проблемой. И кубанцы не исключение. Должны быть рамки. Они приезжают к нам, они должны подчиняться нашим законам. Бум приезжих, что хорошо строят что-то, наверное. Кому хорошо, только непонятно. Негативные отношения, конечно. Очень много незаконных мигрантов. Вы это знаете лучше, чем мы. Очень много работы забирают у наших работников. Плюс еще и медицинские все освидетельства, вирусы, все появляющиеся в нашем Краснодарском крае. Я считаю, что они идут из-за рубежа. Никто это не отслеживает. К тому, что улицы кубанских городов и станиц охраняют казаки, население региона уже привыкло. Для многих это показатель порядка. И если в прошлом году призыв губернатора Ткачева к кубанскому казачьему войску бороться с нелегальной миграцией прозвучал громко, то сегодня, когда мигранты постоянно фигурируют в криминальных сводках и наносят урон имиджу всего региона, обращение к казакам своевременно. Уважаемые атаманы, я надеюсь на вас, я рассчитываю на вас, что вы активно включитесь в этот процесс. Кубань сегодня нуждается в вашей помощи. Займите эту нишу. Занимайтесь ею, так сказать, 24 часа в сутки. Наведите порядок в этой части. Помогите нам. Помогите власти. Помогите полиции. Нас десятилетиями размазывали по столу. Называли ряженые, называли как угодно. Оскорбительно. Мы выдержали это время. Но просто словами сказать, что мы не такие, этого мало сегодня. Нужно делами доказать. Что мы другие, мы настоящие. Для нас Родина – это Кубань. И наша земля до Ростова. Мы никуда не хотим уезжать. И поэтому и свою землю не дадим никому похабить. Вот наши законы. Казачьи, жизненные и отцов и дедов.